Валкилирование ацетолуксного эфира 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 Обрабатываем его сшивающим агентом. Ну, кто подскажет? Ну, подскажите, каким? Можно взять бром, CH2, CO4. Можно взять бром, можно взять йод. Давайте йод. Мне йод больше нравится, не такой токсичный. Сшиваете йодом. Минус 2 на 3 йод. Получаете CH3, CO, CH, CH, CO, CH3, COO, этил, COO, этил. Сшили. Дальше проводите кетонное расщепление, чтобы сделать кетон. Поскольку я уже написал, что такое кетонное расщепление, в каких условиях оно проходит, я больше на эту тему, больше писать не буду. Я просто буду отрезать то, что надо отрезать при кетонном расщеплении. Гидролизуем слабой щелочи, слабой кислоте. Нагреваем, декарбоксилируем. Значит, подписали кетонное расщепление. Вот это уже интереснее, чем просто R ввести. Теперь второй вопрос. Вот начал я с того, что мы можем... Еще раз я напишу вот этот вот. С, О, С, H, R. С, О, О, этил. Что лучше? Вернее так, как лучше ввести R через ацетауксусный эфир, ну, натриевое производное, алкелирование и кетонное расщепление. Или взять CH3, CO, CH3. При низкой температуре, с LDA, там, минус 78 градусов Цельсия, получить литиевое производное. Там можно натриевое производное, если это будет гексаметилдисилиламиднатрия. Литиевое или натриевое производное. У вас получается, значит, Е0, и его мы алкелируем R, Й. Минус. Давайте литий напишем или натрий напишем, неважно. Что? Минус натрий, Й, условно, получаем С после разложения CH2R. Значит, видите, соединение одно и то же, в конце концов, получится. Расщепим, там водород добавится. Итак, значит, 30 секунд думаем, что лучше. Ну, вот теперь смотрите, правильный ответ. Я скажу, что делают студенты в 80% случаев, если им надо ввести R, ну, вот в это положение. Они говорят, ну, отлично, мы берем, значит, вот ацетон, LDA, все студенты очень любят LDA, правда, TGF, там, раствор, и вот так алкелируем. Но какие минусы у этого способа? Первое. Если вы делаете при минус 78, то у вас алкилирование пойдет безумно медленно. Ну, все-таки галлоидные алкилы в нуклеофильном замещении не моментально реагируют. Второе. Если вы этот Е0 нагрели до 0 градусов, то он начинает конденсироваться сам с собой. Это называется направленная льдольная конденсация, потому что, как правило, чаще всего у вас будет сколько-то исходного ацетона или другого кетона. Дальше. Если у вас R... Вот немногие пишут. Ну, хорошо, на слух воспринимайте. Если у вас R не равен метил, аллил или бензил, то что будет у вас побочно проходить при нуклеофильном замещении? Не думая сразу, элиминирование всегда, когда может быть, всегда происходит и сильно осложняет жизнь. Значит, побочно Е написали. Побочно Е, если только R там не метил. Ну, напишите Е там, вы же сообразите, что когда не бывает Е, элиминирование. Вот. Берем этот случай. Здесь мы получаем Е0, вот такой. Ну, в разумных условиях там 0, там минус 10. Если мы его будем даже долго квасить с алкил-едидом, чтобы провести эту реакцию, давайте мы ее напишем, чтобы это было в конспекте. Сюда R, й, предположим. Получается вот это. Ну, не сразу получается так. Нет, здесь сразу получится, да, минус на 3 й. Если даже долго будем квасить, но он сам с собой уже дальше конденсироваться не будет. Первое. Второе. Как с элиминированием? Что более сильное основание? Вот это или вот это? Ну, ответ очевиден. Здесь ПКА ацетона 20. Здесь ПКА примерно, вот это уксусное эфиро, ну, примерно 11. Во сколько в миллиард раз более слабая, более сильная кислота, соответственно, в миллиард раз более слабое основание. Ну, для химиков там миллиард, там 10 миллиардов это ерунда, никакой разницы нет. Вот. Практически. Значит, элиминирования не будет. Поэтому, когда, вот если я кого-то спрашиваю, ну, как получить вот такое соединение, вот, R ввести, мне нравится вот такой способ. И, значит, если студент разбирается, отвечает, он может забыть, вы можете это забыть. Но при обсуждении возникают там наводящие вопросы, как если студент соображает, значит, хорошо. У нас на кафедре, я вам, по-моему, каждую лекцию повторяю, наверное, уже вы устали от этого. У нас ценится, если студент умеет соображать. Вот. А если он там что-то забыл, ну, бывает, ну, забыл. Ну, если соображать умеет, большой плюс. Так. Разобрались с этим. Теперь. Следующий вариант. Берем опять этот же исходный. Ставим еще одну стрелочку. И в качестве реагента, вот на этот Е0 натриевое производное, мы можем подействовать CH2-бром-2. Можем подействовать бром-CH2-CH2-бром. А можем подействовать бром-CH2-н-бром. Ну, то, что если мы возьмем бром-CH2-н-раз-бром, сошьются два куска, получится длинный кетон любой длины, который захотите. То же самое будет, если вы возьмете дебромэтан. Будет мостик из двух углеродов. Значит, соответственно, у вас, где у вас вот это вот... Ну, еще два углерода здесь добавятся. Если здесь был 1,4-дикетон, в конце, то будет 1,6-дикетон. Но они не такие ценные. Вот 1,4 лучше, 1,5 очень хорошо. 1,6 не нужен, но мы тут обсуждаем, что в принципе можно сделать. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, вот могут быть некоторые сомнения по поводу дебром-метана. Потому что, ну, согласитесь, не самый главный, не самый частый галлоидный алкил в нуклеофильном замещении. Ну, вот я вам заявляю, что дебромэтаном или диодэтаном тоже можно сшивать. Замещение идет, оно идет потруднее, может быть, там. Но идет. Дебром-метаном сшивать можно. Дальше. Еще какой-нибудь вариант. Значит, поскольку я вот не хочу все, значит, давайте я напишу так. Образование мостика. Там CH2. CH2 такого. И CH2N. Раз, это я пишу сейчас для того, чтобы у вас в конспекте была какая-то запись. Потому что я так складно рассказываю, так меня внимательно слушайте, но что-то должно обязательно остаться. Да? Так. Еще что можно ввести? Можно ввести, например, какую-нибудь... Стрелочку продолжаем. И обработать фенил-СО-хлор. Хлористый бензоил. И получим. Дальше сделаем, давайте, кетонное расщепление. Нет, давайте промежуточно напишем продукт. CH3. СО. С-H. С-О. Фенил. С-О. О. Этил. Ну, давайте посмотрим, что с ним можно сделать. О. С ним можно сделать кетонное расщепление и кислотное. Если мы делаем кетонное расщепление, то это мы расщепляем вот здесь, получаем вот такой кетон. Так? Нормально. Кет. Раз. Получаем. Механизмы не пишу, условия не пишу. Уже все их мы обсудили. С-H2-СО. Фенил. А вот любопытный вопрос. Если сделать кислотное расщепление, это вопрос либо на 5 баллов, либо, ну, на 5 баллов, наверное. То, смотрите, при кислотном расщеплении, раньше мы писали, что уходит ацетильная группа, правда? И остается вот такая кислота. А здесь две ацетильные группы. Ацетильная и бензоильная, которая в частном случае ацетильная. Какая уйдет? Вопрос так на рассуждение, на... Вы думаете, секунд 20. Я вам сейчас скажу, но вы напрягаете свой юношеский мозг. Какая уйдет? Значит, уходит вот это. Получается фенил-СО, CH2-СО, О-этил. Почему? Значит, комментарии. Уходит ацетиль. Ну, напоминаю, что это мы называем ацетил, да? Все знают. Потому что вот это соединение, обратите внимание, как вы думаете, насколько кислый здесь протон, который находится вот у этого углерода, и у него три мощные электронно-акцепторные группы. Ну вот я бы оценил, я не слышал, но спасибо, что помогаете, подсказываете мне, я всегда это люблю. Я бы оценил его кислотность как примерно ПКА, там, пять или шесть. То есть это почти как в уксусной кислоте. Ну, давайте шесть скажем. Так вот. Три группы. Очень кислый. А если он очень кислый, он будет янолизован на 100%, и вот догадайтесь, еще 20 секунд, в какую сторону он будет янолизован. Вот в эту, и янол будет здесь, или вот в эту, и янол будет здесь. Пока вы думаете, я напишу формулу, и там все будет понятно. И янолизован он, конечно, будет сюда, потому что здесь двойная связь, сопряженная с фенилом. И если даже в равновесии будет присутствовать такой янол, сюда и атака пойдет сложнее, вот присоединение здесь, группа фенильная побольше. То есть нам же эту связь надо разорвать, а она тут двойная. Разорвется вот это вот. Это фактически очень частный случай, это как бы кусочек семинара. Но вот сегодня у нас первая половина лекции будет из таких примеров составить, разных, похожих на семинары. Еще один пример. Опять оттуда стрелочку ставим, от того янолята. И обрабатываем то ли хлоругольным эфиром, то ли хлормуравьиным эфиром. Как я говорил, это одно и то же. Получаем CH3, CO, CH, CO, O, этил, например. C, O, O, этил. Ну, вы мне можете сказать, что это можно другим способом получить. Можно. Я же вам рассказываю, какие возможны варианты мы можем ввести таким образом, если у нас здесь, предположим, в общем, короче говоря, мы вот эту группу, новую, при необходимости, если очень нужно, можем превратить в обычную карбоксильную группу. Ну, именно в этом примере у нас две одинаковые группы. Ну, не очень интересно. Ну, всегда можно придумать, и преподаватель может вам такую задачку закрутить. И вы можете там кому-нибудь, младшему брату сказать, а как получить из ацетоксиного эфира вот такую штуку. Он, конечно, не будет знать. Так. И так далее. Вариантов много. Еще один вариант. А, еще рано. Напишите D-A-N-E-ON-A-U-E. D-A-N-E-ON-A-U-E. Минус 78 градусов С, ТГФ. А реагент у нас будет C2N-A3. Напоминаю, что C2 – это жаргонная такая надпись. Это метил-3С вдвое, конечно. Это я в основном для камеры говорю. Давайте для камеры напишем полностью. Вот так вот. Или LDA. Или LDA. И сначала здесь двоечку. Пока никто не заметил и не подсказал. И сначала у нас, конечно, анион получается по этому месту. Первое место. Но с таким сильным металлирующим агентом у нас произойдет образование аниона. Сюда тоже получится. Литий. Там что у нас? Литий. Льда? Натрий. Пусть будет натрий. Натрий первым. СН2 плюс-минус. Не обращая внимания на строение Е0, что делокализован, залокализована пара, что натрий на самом деле на кислороде. Это все мы уже проговаривали. Сейчас сто раз одно и то же мы не повторяем. Мы показываем, у нас задача показать, где минус. Минус здесь и минус здесь. Дианион. Если его раздельно акилировать, предположим, минус 78 градусов Цельсия и какой-нибудь R-йод. Ну, самый хороший R-йод здесь. Вообще, вот вы это заметите и в статьях, и куда-нибудь что-нибудь нужно проаккилировать. Это метилюдит, алилбромид, бензилбромид. Никакого элиминирования. И хорошие группы. Значит, один моль. Так, а здесь мне надо написать два моля. Двойка. Еще восклицательный знак. Получится R-натрий-йод. Получится R-CH2-CO-CH минус натрий плюс натрий-натрий-C-O-О-этил. И взяли второй. R-йод. Получили в итоге минус натрий-йод. Р-CH2-CO-CH-R-штрих-C-О-О-этил. Дальше. Хотим делать... Никогда не будет заканчиваться ваша задача вот этим соединением. Всегда будет в конце либо кислотное расщепление, либо кетонное расщепление. Чего-то надо будет дальше сделать. Вот это вот про дианион. Так. Смотрим еще чего. Давайте проговорим про синтезы с использованием молонового эфира. Синтезы с молоновым эфиром. Значит, напоминаю, что молоновый эфир – это тривиальное название вот такого соединения. Действуем либо натрием, мет, либо этилат натрия, желательно сухой, чтобы не было никаких равновесий. Это я на своем опте проверил. И две недели мы потеряли, пока дошли до этого. Но я рассказывал уже, что надо брать сухой, чтобы все было хорошо. И второе. Добавляем R-йод. Значит, я вам уже рассказывал, что в этом случае мы вводим сюда R, получаем этил-О-О-Ц-Х-Р-Ц-О-О-Этил. Дальше здесь никаких кетонов быть не может. Гидролиз, расщепление, получается любая карбоновая кислота. Но в таком варианте это не очень интересно. А интересно вот в каком варианте. Например, берете, получаете натриево-производное и обрабатываете, например, вот таким САЖ-2-Н-Йод. Или дебромидом. Альфа-омега-диедит, альфа-омега-дебромид. Сшиваете. Значит, сшили. Третье. Вот я не люблю, когда мне студенты на экзамене или там на контрольный пишут 1, 2, 3, все над одной стрелочкой. Но мне кажется, здесь понятно, что если мы сошьем и потом прогидролизуем, допустим, H3O+, или OH-. Ну, напишу. Получится. HOCOCH2N1 СООХ Сшили, получили такую тетракарбоновую кислоту. Это уже кое-что. Ну, тетракарбоновая кислота, она все равно имеет в альфа-положении акцепторную группу. Значит, нагреваем. Минус СО2. И получаем. И получаем. Разрешите ли вы мне просто стереть здесь и не писать формулу, что мы получаем? Разрешаете? Отлично. Стираем. Добавляем 2. 2. И вот у нас уже... О! Вот что я придумал вообще замечательно. Вот стрелочка. Температура. Минус СО2. Вот. Вот и получили. Альфа-омега-дикарбоновую кислоту. Очень хороший вопрос. А не образуется ли здесь цикл, если мы возьмем альфа-омега и саму на себя хотим замкнуть молекулу? Значит, 30 секунд на размышление и думаем. Образуется цикл и не образуется. И как сделать, чтобы цикл образовывался? Время пошло. Ну, а почему бы нет цикл? Ответ. Ну, я поспешил немножко, потому что эти 30 секунд у меня не были запланированы. На них время тратить. Смотрите как. Во-первых, циклы могут образовываться тогда, когда будет либо 5-либо 6-членный цикл. И если у вас позволяет размер вот этого дигалогенида, то, в принципе, может образоваться либо 5-либо 6-членный цикл. 4-членный никогда или очень трудно? Очень трудно. Хотя бывает. Нет. Бывает. Бывает. Даже 3-членный бывает здесь, в этой реакции. Бывает. А вот средние циклы 7, 8, 9. Уже 7 еще так с плохим выходом, а 8, 9 практически нет. Это первое. Второе. Что нужно для того, чтобы спровоцировать именно образование цикла? То есть сделать так, чтобы второй йод, второй бром на конце реагировал со своей молекулой, которую он уже проакулировал. Нужно изменить соотношение реагентов и взять не 2 моля вот этого куска, не 2 моля, соответственно, там натромолоновый эфир, а 1 моль и сделать обратный порядок смешения. Вот слова «обратный порядок смешения» наверное уже вам как-то вы понимаете и даже если вам скажут «объясни, а что такое вот в этом конкретном случае обратный порядок смешения?» Вы, наверное, сможете объяснить. Правда? К новинагеле реакция у нас была, условия были, смотрим дальше. Примеры синтезов. Примеры синтезов. Синтезы 1, 2, 1, 3, 1, 4 цикла гександионов. Ну, примеров может быть много. Моя задача сейчас, до перерыва, вам показать, что синтезы с ацетауксусным, с молоновым эфиром не ограничиваются вот такими простыми. Там сделали гаммово-карбоновой кислоты, сделали из ацетона там идти в ацетон. Это ерунда всё. Кстати, а как вы думаете, для чего нужно было, в конце концов, вот эти длинные делать? Вот я стёр эту VX-газ. Для чего нужно было делать вот эти длинные хвосты, перебирать? С1, С2, С34 длину? Кто соображает хорошо? Чтобы сделать, соответственно, диссертацию, исследовать влияние длины хвоста на то, как будут дохнуть там, там, теплокровные или как холинэстеразы. Ну, вы же будущие учёные, там, у вас тоже будет что-нибудь подобное, только не отравляющие вещества, а что-нибудь ещё. Вот. Это на полном серьёзе нормальное исследование. Так, синтезы всяческих циклогександионов. Ну, вот вопрос. Как получить под заголовочек, как получить сложной эфирной конденсации вот это? Как, при чём тут сложная эфирная конденсация? Я не понимаю, если здесь нет СОО-этилгруппы, ни одной, а только кетонные. Если нет сложной эфирной группы, а вы чувствуете, что это будет сложная эфирная конденсация, нарисуйте её. СОО-этил-О, СОО-этил-О. Значит, мы сделаем так. Мы вот здесь напишем ещё раз формулу циклогександиона 1-2, а здесь будем ставить вот такую стрелочку, которая означает, что это не из этого делают это, а это наоборот, это является исходным для этого. А что вы так можете здесь? Ну, это общепринято. Эта стрелка означает, что из этого делаем это. Вот предшественник. Голосуем. Как из этого сделать это? Все видят? Поднимите руку, кто видит. Мало. Либо я должен ждать, либо объяснять. Объясню. Из этого, чтобы сделать это, надо прогидролизовать, получить здесь СООН и сделать... Опять забыл. Кетонное или кислотное расщепление? Кто за кетонное? Поднимите руку. Кто за кислотное? Поднимите руку. Кетонное расщепление. Смотрите, кетонное расщепление. Ничего страшного, это не экзамен. Кетонное расщепление. Сделать кетон. Кислотное расщепление. Сделать кислоту. Мы что делаем? Кетон. Значит, кетонное. Вот. Теперь, как это сделать? Сложно. Вот это уже сложная эфирная конденсация, нормально. Как это сделать? Опять ставим вот такую стрелочку. Ну, что там в сложной эфирной конденсации отщепляется? Спирт. Этил-О-Аш. Значит, надо куда-то пририсовать этил-О и куда-то пририсовать Аш. Пририсовываете туда, куда вам подскажет ваше уже имеющееся неполное химическое образование. Мне оно почему-то подсказывает, что надо СООЭТИЛ сюда. Вот Аш. Здесь вот сюда ЭТОКСИ. Здесь это. Здесь это. Здесь СООЭТИЛ. Здесь Аш. Аш я рисую только один. Тут второй я его не рисую. Я его рисую тот, который отщепится в результате вот сложной эфирной конденсации, а катализатор основания сильный. Там ЭТИЛ от натрия мы всегда берем и не паримся. Всем понятно? Всем понятно? Пока вы осознаете вот это новое знание. Слушайте, а если бы надо было получить не такое соединение, а допустим, вот такое соединение. Здесь ИР. Легко. Вот на этой стадии проводите металлирование только одним молем чего-нибудь. Там ЭТИЛАТА, ЭЛЬДА. Получаете анион и вводите один РХ. Пожалуйста. Варианты. Но это редкий пример. Не то, что редкий. Что преподаватели вам придумают, я не знаю. У нас есть очень такие креативные преподаватели, задачки. Ух. Так. Как получить вот это? 1,4-циклогексантион сложной эфирной конденсации. Ну, тут уже просто. Значит, пририсовываем целую ЭТИЛ-группу. Так. Теперь. Пририсовали. Теперь, значит, если у нас конденсация прошла вот в этом месте, мы должны здесь ОСОЭТИЛ, так, 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 ЭТИЛ-ООЦ-АЖ, 1-АЖ я написал, ЭТИЛ-ОЦ-О, так, 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 ЦООЭТИЛ, и здесь АЖ. Чё получилось? Я чё-то и разобрать не могу вблизи. Чё за соединение? Сверху вам лучше видно. Так, помощники. Часть помощников ушла в 9-ю группу, туда, на те лекции. И это ДИЭТИЛ-СУКЦИНАТ, насколько я вижу, да? Правильно, ДИЭТИЛ-СУКЦИНАТ. ДИЭТИЛ-СУКЦИНАТ, CH2-CH2, сам с собою, под действием алкоголята, конденсируется. Это не моя придумка, это пропись лабораторная. Значит, кто не увидел, что это ДИЭТИЛ-СУКЦИНАТ, а вполне такое могло быть, подпишите, что ДИЭТИЛ-ОИФИ, там, янтарные кислоты, там, ДИЭТИЛ-СУКЦИНАТ, как вы напишите это? Так, ещё один пример, посложнее. 1,3-ДИКЕТОН, 1,3-ЦИКЛОГЕКСАНДИОН. Значит, тут посложнее будет. получается он из CH3-Метилвинилкетона из ССООЭТИЛ-СООЭТИЛ. Сразу напишу минус натрий плюс. натрий-Малоновый эфир. Про калий молчу. Значит, присоединяем по Михаэлю эту Михаэль. получаем. Так, 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 так. CH3-C-H-C-O-O-ЭТИЛ. СООЭТИЛ. Не так, давайте я по-другому напишу, пока, подождите. СООЭТИЛ. Вот так вот. Поближе, чтобы была и токсигруппа, и водород. Дальше. Сложная эфирная... Конденсация сложного эфира с кетоном. У нас было. отщепляем этил-О-натрий минус этил-О-Н. Отсюда это и отсюда это. Остается два. И потом получается у нас вот это вот. Так, так, СООЭТИЛ. И дальше. Кетонное расщепление. Не пишу даже условия. И так понятно. Гидролиз. Слабо-кисло-слабо-щелочной среде. Нагревание. Кетонное расщепление. Ну вот. Значит, чтобы закончить тему сложной эфирной конденсации, мне осталось вам привести, ну, может быть, два примера. СООБЩЕНИЯ СООБЩЕНИЯ. АВТОМА. Ну, они одинаковые, я их написал не одинаково. Альфа-метил-глутаровая кислота. Как получить? Смотрите, если бы можно было просто взять глутаровую кислоту, двойку, пока никто не заметил, я скорее стер, ничего не было, CH здесь. Если бы можно было просто взять этиловый эфир глутаровой кислоты, с льда получить, а не он, и его проакулировать метиледидом, ну, это не вопрос, что там, ну, это был бы плохой способ. Почему? Почему? Плохо из этил-ООЦ, CH2-CH2-CH минус СООЭТИЛ. Ну, допустим. Плюс метил-йод. А как нужно его сделать? Ну, например, смотрите. Как сделать такое соединение? Все знают. Кто не знает, честно, поднимите руку. Кто сегодня, еще не знает. Но не успел, имеете полное право. Ну, поднимите, честно. Как сделать такое соединение? Я думаю, что больше. И это конденсация Дикмана. Делается она из... Пририсовываем О-этил. Здесь у нас будет H. Соответственно, это будет у нас диэтиловый эфир адипиновой кислоты, С6. Из диэтил-адипата. Записали. Дикман в скобках. Сделали Дикмана. В прошлый раз я рассказывал, как с помощью конденсации Дикмана сделать там циклопентанон, допустим. Прогидролизовали. Кетонное расщепление. СО2 улетел. Получается циклопентанон. А теперь мы обрабатываем. Первое. Этил-О-натрий или основание какое-то. Можно льда. И второе. Метил-Йод. Прометилировали. Получили. Получили без проблем. Я мог бы написать там какой-нибудь этил. И там этил, чтобы... Ну, метил обычно лучше получается. Метил вообще, вы помните, он реагирует там от 10 до 100 раз быстрее, чем этил. В СН-2 реакциях. Вот. Ввели. Никакого отщепления. Мягкие условия. Никаких побочных реакций. Потом взяли и... Значит, провели кислотное расщепление. Нам кислоту надо получить или сложный эфир. Привели кислотное расщепление. Кислотное расщепление в конс ОН-. Расщепили вот эту связь. Ну, у вас при кислотном расщеплении в концентрированной щелочке, конечно, слезет эта оксигруппа. Ну, будет кислота. Ну, нам из кислоты, как сделать сложный эфир, это уже ерунда. ХООЦ, CH2, CH2, CH, СООН. Здесь у нас метил или этил. А можно было даже мне не писать, здесь сложный эфир. Сразу кислоту сказать. Как сделать. Вот это грамотный путь. Ещё один пример. Как сделать вот такое соединение. Хоть у нас тема гетероцикла нет. Нет? Ну, наверное, напрашивается метиламин. Этиловый эфир акриловой кислоты. Напрашивается Михаэль. Присоединение нуклеофила. Под Михаэлем в первую очередь, конечно, имеет в виду присоединение углеродных нуклеофилов и инолятов. Ну, и это сейчас распространено и на всё. Получился продукт. Давайте здесь напишем. И потом делаем внутримолекулярную сложную эфирную конденсацию. Значит, убираем вот отсюда и отсюда. Соответственно, пишу просто СЭК. Получаем метил-Н-СО-О-метил. Дальше просто. Кетонное расщепление. И самый последний пример. Самый последний. Если взять CH3-CO-хлор плюс ацетоксный эфир. Впередине. То есть, это, по сути дела, отселирование впередине. Формулу передина не пишу. Поднимали руки, что все знают формулу передина. То у вас пойдет отселирование по кислороду. По О. И получится вот такой продукт. CH3-CO-CO-CH3-CH-CO-O-этил. Почему хлористый ацетил вот здесь, в передине, реагирует по кислороду. А в других местах вы найдете кучу реакций. Тот же самый хлористый ацетил, но без передина. Будет реагировать по углероду. Вот. Кстати, если взять натриевое производное, тоже есть методики, где берут натриевое производное. Но передина обязательно. Вот. Значит, напоминаю, что в передине. Придется формулу написать. Хвористый ацетил дает обратимо, в небольшой концентрации, вот такую соль. Которая нестабильна, которую выделить нельзя. Равновесие сдвинута в сторону исходных. Но это очень хороший ацелирующий реагент, потому что прекрасная уходящая группа. Незаряженный перидин. Чего делает у нас ацетолуксный эфир? Ацетолуксный эфир у нас. Значит. С. Сейчас. С. 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 Эй-эй-эй-эй-эй. Чтобы не думать тут долго. Там непростая схема. Каждый раз она у меня... Вот здесь СОЭТИЛ сюда, в эту сторону. С. СООЭТИЛ, двойная связь. СОЭТИЛ, двойная связь, ОН, и здесь у меня остается CH3. Вот срисовали. Это янольная форма ацетолуксного эфира. Это нуклеофил дельта минус. Он присоединяется вот по этому углероду, образует связь. Давайте я напишу. Схема не самая простая. Я сразу предупреждаю. Схема запоминать необязательно. Ну, красивая схема. У нас же лекция – это не натаскивание к экзамену, что вот говорится только то, что будет на экзамене. Вот. Если янольят, нуклеофил, реагирует с этим углеродом и присоединяется по этой связи, вот смотрите, на что похожа связь СН, да еще на азоте плюс. В апреле я это буду повторять чаще. Она похожа на карбонильную группу, между прочим. О! И вот вы закивали, я вижу искренне вот это вот, вы киваете, мне приятно, что похоже на карбонильную группу. Я, кстати, как-то об этом и говорил тоже. Значит, что получается? H, CH, COO, этил. Здесь COH, N, C, O, CH3. Хлор минус. Хлор минус. Значит, теперь смотрите, что здесь должно произойти. У нас есть основание впереди, но оно снимает отсюда аж хлор. Стираем. Заряды ушли. Нейтральная молекула. А дальше внутри молекулярно получается вот что. Значит, эта пара переходит сюда, к этому углероду. Эта пара возвращается сюда, эта пара возвращается сюда. И у нас получается минус впереди и вот та самая молекула. Шестичленное переходное состояние, да, но впереди не еще полагается еще написать вот эти двойные связи. Вот. Шестичленное переходное состояние, вот так это объясняется. Естественно, вот когда вы смотрите на шестичленное переходное состояние в учебнике, вы понимаете, что под микроскопом этого никто не видел, как правило. Есть косвенные доказательства. Вот помните, была реакция конецара, там шестичленное было, там вот один металл хорошо, другой металл плохо. Ну и вот на этом можно было бы еще целый час рассказывать про примеры различных вариантов использования сложной эфирной конденсации. Но у вас еще будут любимые вами преподаватели, которые обязательно для своих любимых студентов что-то такое напридумывают, обсудят. Вот. А мы начинаем новую тему, называется нитросоединение. Нитросоединение. РЦ2НО2. Это олифатические нитросоединения. Начнем с синтеза. Первый способ синтеза – это по коновалову. Он один из первых методов синтеза, который был у нас в теме алканы, но один из самых бесполезных, потому что если нитровать по коновалову, можно получить, провести нитрование. В газовой фазе радикально можно провести нитрование метана, получить нитрометан. Но если вы начнете нитровать, допустим, ниэтан, то здесь HNO3, фаза. У вас начнется разложение, и вот я цифры не помню точно, раз я точно не помню проценты, и они вам не нужны, я не буду давать. Будет у вас смесь CH3, CH2, NO2, то есть ожидаемый продукт нитрования, плюс разрыв CC-связи и образование нитрометана. Если у меня цифры записаны, сейчас я вам напишу. Там какие-то, я даже боюсь их произнести, какие-то даже цифры. Очень, нет, ну нет, ну очень глубоко идет, очень глубоко идет разрыв CC-связи. Неудобная реакция. Второе. Реакция с нитритом серебра или с нитритом натрия. Если взять R-бром плюс аргентум, NO2, эфир, у вас в общем случае получится R-N-O2 плюс Р-О-Н-О. Это нитросоединение, а это изомерное ему соединение эфир азотистой кислоты или нитрит. В зависимости от природы R будет соотношение разное. Если это первичный R, то вот соотношение написано будет 80 этого, 10, по-моему, там написано этого. То есть, ну, можно сказать, в основном так. Если R-вторичный, то цифра 15-30, уже этого больше. А если R-третичный, то 0, 10, а 60 это будет продукт элиминирования. И вообще, конечно, с третичным реакция будет идти очень плохо. И что видно по выходу, но все-таки будет. Почему? Потому что, ну, серебро поляризует связь, координируется с бромом, поляризует связь с R-бром. На основании этих результатов Мейер в позапрошлом веке, в 19-м, вот, ну, это не Мейер, Мейер открыл эту реакцию. Это конец 19-го века. А Карнблюм придумал такое правило. Напишите, правило Карнблюма. Правило Карнблюма. Это уже середина 20-го века. При смещении реакции в сторону СН1, количество продукта по более заряженному центру, продукт реакции с более заряженным центром, возрастает. А что здесь более заряженный центр? Это кислород. При смещении реакции СН1 продукт по более заряженному центру возрастает. Это правило Карнблюма. А уже на основании правила Карнблюма, это середина 19-го, середина 20-го века, Пирсон в 1963 году опубликовал статью про ЖМКО, жесткие и мягкие кислоты основания. И вы уже заметили, что это типичный пример амбидентного аниона, где есть мягкий центр азот, жесткий центр. И, соответственно, если мы будем сейчас менять природу электрофилов, взять более жесткие электрофилы, более мягкие, мы сможем как-то варьировать соотношение этих продуктов. Ну вот вопрос такой. Как правильно сказать, теория ЖМКО жестких и мягких или принцип ЖМКО? Это не теория, потому что под теорией должны лежать расчеты, должны какое-то обоснование лежать. А это принцип, это наблюдение. И принцип ЖМКО, он носит довольно-таки эмпирический характер. Вот мы провели реакцию, увидели, что будет электрофил реагировать по кислороду. Мы его назвали жестким. А в другой реакции он же, может быть, с другим будет реагировать по более мягкому центру, а там он мягкий. Вот такой принцип, он иногда помогает. Но это не самая главная проблема в химии. Даже для янолятов, уж таких настоящих амбидентных анионов, она, видите, как в основном не очень нужна, потому что там в основном нам ценные реакции по углероду, а реакции по кислороду не такие ценные. Если здесь взять вместо натрия-НО2 вместо аргентум-НО2 и вместо эфира взять какой-нибудь там ДМФ, какой-нибудь полярно-протонный растворитель, ДМСО, и другие подобные растворители, а может быть, даже ТГФ, может быть, даже сгодится, количество продукта по С возрастает. Ну, а где оно возрастает? Вот там, где у вас был Р первичный, ну, 80-10 это уже хорошо, но будет 95,5. Отлично. Когда Р вторичный, ну, тоже будет в основном идти по углероду. Простите, когда Р вторичный, будет идти в основном по азоту. Что хотите? По С. Слушай, я ошибся, наверное. Не по С, конечно. По... По Эн, да. Я ошибся. По Эн возрастает. По Эн. Так. А знаете, почему? Думал уже про иноляты, где С, а еще тут были написаны нитриты. Значит, так, амбидентную природу обсудили. Ну, что еще вам сказать? Вот, скажу вам классный способ, как сделать... Классный способ, как сделать нитроэтан, предположим, в лаборатории. И на этом ограничусь. Ну, вы же не будете в лаборатории там газ из этой... конденсировать из газопровода, да, и в парах. Можете сделать вот так. Ну, даже не ДМФ можно там... Даже ТГФ, наверное. ТГФ, а можно ДМФ. Вот, никаких проблем. Дальше вы гидролизуете H3O с плюсом или OH с минусом. И второе. Нагреваете. При нагревании здесь будет улетать СО2 минус СО2. Получится NO2 CH3. Взяли альфа-хлорниуксиную кислоту, а какую-нибудь другую карбоновую получили, другое нитросоединение. А вообще, если кого-то... Ни у кого, когда вот вы обучались, я молодых, я юноши спрашиваю в основном, конечно, ни у кого не было желания что-нибудь пронитровать, такое получить. А вот девушки улыбаются при этом так, как будто у них тоже было такое желание. Вот. Значит, ну, у кого возникнет желание посмотреть, как другие нитросоединения делаются, в курсе там еще несколько методов есть, я вам рекомендую в качестве такого, ну, факультативного, что ли, материала посмотреть. У нас просто это не самое главное, что мы должны в нитросоединениях рассматривать. Вот важный способ, который вы должны знать и который вам пригодится. можно взять какой-нибудь амин и окислить его трифторнодуксной кислотой. Вот этот способ обязательно. Например, NH2, ФГ, функциональная группа, СФТОР3, СООН, получится соответственно нитросоединение. Можно брать не только трифторнодуксную кислоту, вот есть продажная такая кислота, метахлорпирбензойная кислота, СООО3H, продажная. Продается, тоже годится. То есть окисление. Чего нельзя делать категорически? Категорически нельзя. Восклицательный знак. В качестве окислителя брать калий, марганец, О4, калий, 2, хром, 2, О7. И вот подобные соединения. Все другие окислители, там, мало ли, может, вам придет голубь, перхворат, там, или хвороткалия взять, например. Нельзя, потому что особенно для ароматических, вот эти все окислители, они окисляют ароматическое кольцо, и там получаются хиноны, азот улетает, отваливается, там. Это в лучшем случае. В худшем получается просто черная смола. напишите, можно АУКИЛ НО2, АУКИЛ ННО2 окислять. Так, а, ну тут написано, не брать вот это вот. Свойства. Самое главное свойство нитросоединений, это их высокая САШ-кислотность. для метана ПКА примерно 10. У меня даже написано с десятыми, но раз в шпаргалке написано, давайте я напишу точно. 10 с половиной. Может быть, кому-то легче от этого будет. А для САШ-3 САШ, САШ-НО2 8 и 5. А для изопропилу не так напишем. САШ-3 САШ-3 момент заметили? Кто заметил, что это неудобный момент? Заметили? Замечательно. Потому что появляется один донор, он должен понижать кислотность, а он что-то ее повышает, причем намного медицинский факт, вот он почти в сто раз. Два донора почему-то еще повышают. и если кто-то найдет объяснение в учебнике, будете читать, найдете объяснение, обязательно мне скажите, покажите этот учебник, и я это возьму в голову. Потому что объяснение есть, но оно такое, которое неофициальное объяснение, и для лекции я могу сказать, для лекции, для обсуждения, для диссертации, но для учебника его стараются как-то там не писать, чтобы не вызывать какие-то нарекания. Итак, в чем дело? Дело в том, что нитросоединение находится в состоянии таутомерного равновесия со своей ациформой. Давайте я напишу, только распишу нитрогруппу здесь получше. Вот N, O, О, минус, я здесь напишу минус, здесь двойная связь О. Так? Нет. Н, О, О, H плюс минус CH2. Вот. Вот теперь правильно. Вот оно таутомерное равновесие. Так, поправьтесь там. И теперь смотрите, это пример медленно устанавливающегося таутомерного равновесия. Очень медленно устанавливается. Более того, можно с помощью специальных приемов выделить выделить независимо ациформу. Вот это ациформа. И, соответственно, нитросоединение, собственно, форме нитросоединения. И сейчас я вам расскажу про опыт Ганчи, который это сделал, выделил их отдельно, а потом одно в другое превращал. он взял фенил, что у нас там со временем, ну, как раз значит, взял вот такое соединение и обнаружил, что это соединение с натрием HCO3 не реагирует. Но если на него подействовать щелочью, оно полностью превращается в натриевую соль и получается фенил CHN O натрий так O минус плюс вот полностью. Теперь вот на эту натриевую соль полностью действуем муксной кислотой ацетил OH и выделяем ациформу фенил CH NO H O минус плюс ациформа. И это ациформа с натрия HCO3 реагирует. Есть реакция. но она медленно ациформа превращается опять вот в эту форму нитросоединения медленно. Вот классический опыт Ганча по превращению таутомеров нитропроизводного ациформа и вот собственно то, что здесь написано. Так полминуты что я могу рассказать полминуты только обозначиваясь мы начнем следующую лекцию с этого реакция химика звали вот так как это прочитать если по-английски читать англоязычную литературу то это реакция Генри но он был француз поэтому это реакция Анри вы можете встретить и так и так значит по-французски реакция анри по-английски реакция Генри если взять CH3 COH плюс CH3 NO2 то под действием натрий OH идет конденсация где это метиленовая компонента а это карбонильная компонента и получается продукт CH2 NO2 CHO H CH3 продукт конденсации по реакции Генри или по реакции Анри но если вы возьмете бензальдегид плюс нитрометан натрио H вы получите вот такое соединение с двойной связью называется омега нитростерол ну стерол нитро омега где-то далеко находится думайте до следующего раза сегодня у нас что у меня голова тоже четверг или вторник четверг значит до вторника думайте почему здесь двойная связь а здесь двойной связи нет но кто придумает быстро освободиться и викенд и будете там думать о своем о чем всего хорошего благодарю вас за внимание спасибо спасибо